Это классическая акробатическая двойка. Владислав в акробатике уже 10 лет, Дмитрий 7. В мужском дуэте ребята работают уже больше полгода. Спортсмены сразу стали закадычными друзьями, ведь этот вид спорта в первую очередь строится на доверии. У нас сначала разорвалась четверка, потом мне тренер говорит, старик Влад, ты хороший акробат, у меня еще есть мальчик тоже хороший, у вас будет отличная пара, давайте позаниматься вечером и все. Вот мы стали с ним заниматься. В России акробатика появилась в прошлом веке. В 1901 году состоялось первое официальное выступление акробатов-любителей. Для Анапы это явление достаточно новое. Федерация акробатики впервые открывает здесь официальную школу. Я два года назад приехала в Анапу и очень была удивлена, что в Анапе совершенно нет спортивной акробатики. Хотя в Краснодаре уже очень много лет именно у нас Скрябина Ирина Викторовна выращивает спортсменов, чемпионов мира. То есть, казалось бы, ближайший к нам город. Поэтому мы решили, что стоит тоже здесь открыть и будем тоже здесь показывать результаты. Надеемся, не ударим лицом в грязь и покажем хорошие результаты в ближайшем будущем. На открытие федерации прибыло много гостей. В рамках праздника 27 воспитанников детского сада «Ручеек» получили свои первые награды. Несколько месяцев назад они сдали нормы ГТО и теперь золотые, серебряные и бронзовые значки нашли своих победителей. Для детей аниматоры провели эстафеты и конкурсы, а взрослые смогли принять участие в спортивных соревнованиях. Но, пожалуй, изюминкой праздника стало показательное выступление краснодарских спортсменов, чемпионов мира по спортивной акробатике. Акробатика – это спорт для мужественных. Как правило, в него приходят в раннем возрасте. Преимущество этого вида спорта в том, что, имея такую подготовку, в дальнейшем можно заниматься и другими дисциплинами. На сегодняшний день мы открываем секцию спортивной акробатики. Далее мы верим и надеемся, что в этом же спортивном комплексе мы будем культивировать художественную гимнастику. Далее приедет тренерский состав из Москвы. Мы будем культивировать купуэра, айкидо, ушу. То есть все виды бесконтактные. В завершении праздника организаторы провели лотерею. Главным призом стал планшетный компьютер. Секция акробатики начнет свою работу с 1 февраля. Руслан Душевский. Анапа. Регион.